Доброе утро или добрый день всем, кто подключается, всем, кто сегодня захотел присутствовать на нашем эфире, гостем которого будет участница женского клуба. Это не простая женщина, это женщина, которая провела 42 дня на условном голодании. Поэтому привет Лену Новгородову, очень рада видеть. Так вот, эта женщина, ее зовут Алия, я вам ее заранее представляю. Она провела 42 дня на условном голодании, и история этой женщины довольно интересная. Поэтому я бы хотела, чтобы сегодня вы с ней познакомились, послушали ее рассказ, историю ее прихода в женский клуб, историю ее прихода вообще ко мне, как она докатилась до такой жизни, как говорят. И, конечно же, сегодня мы продолжаем наш разговор на женскую тему. В конце эфира я вам расскажу о тех новых, очень выгодных условиях, которые я придумала для вхождения в женский клуб об акции. Поэтому советую вам пробыть до конца эфира, чтобы узнать об этих условиях. Ну и, конечно же, позадавать свои вопросы. Как всегда, я буду отвечать на ваши вопросы. В принципе, на любую тему. Конечно, хорошо бы, если бы это были вопросы на женскую тему, потому что тема женский клуб, продолжение женской темы из прошлого нашего эфира. Ну, если это будут какие-то общие темы, касающиеся очищения организма, питания, условного голодания и так далее, конечно же, это тоже все будет перекликаться. Поэтому, пожалуйста, можете задавать. Потом я отвечу на все ваши вопросы. Так, сейчас еще немножечко подождем, пока у нас подсоединяются люди. Я изначально хотела провести вечером эфир, чтобы как можно больше людей охватить. Но тут выяснилась такая деталь, что наша Алия сегодня вечером уезжает. Поэтому мы смогли только вот сейчас в 11 часов с ней договорились встретиться. Поэтому сейчас я попробую ее пригласить. А, вот она. Привет, Алия. Здравствуйте. Привет. Здорово. Я рада, что у нас все получилось. Я что-то немножко запереживала тут. Смотрю тебя. Нет, нет. Думаю, куда пропало? Сейчас все нормально. Ты знаешь, я сейчас уже представила зрителям тебя как участницу женского клуба. И немножко уже раскрыла твои карты. Я уже выдала твою тайну, что ты тот человек, редкий, который прошел все родное очищение. Ничего, что я этого сделала. Вот. Я сейчас хочу сначала немножечко предысторию рассказать, если можно. Ты не против, если я расскажу предысторию, как мы с тобой вообще познакомились? Можно? Дело было так. Ко мне записалась на консультацию Алия. Мы с ней договорились, что в такой-то день, в такой-то час мы встречаемся онлайн, по видеосвязи, ну как обычно, все. И этот день наступил. Точнее, он еще не наступил, я еще спала, было время 4 утра, вдруг у меня телефонный звонок. Я не пойму, в чем дело, смотрю, звонит Алия. Мы еще, в общем-то, и не договаривались на такой ранний час, и мы еще и ни разу не встречались. Я поднимаю трубку и говорю, алло, таким сонным голосом. А Алия, ой, ничего не понимаю, ничего не понимаю, где Байя, где Байя? Мы должны встретиться. Ну, в общем, короче, разговор не состоялся в 4 утра, а потом уже мы с тобой встретились в назначенное время. И вот тогда я с тобой познакомилась впервые. И какой я тебя увидела, я просто хочу сказать, что я увидела тебя такой растерянной такой женщиной, с какими-то со страхами, с неуверенностями, глаза такие прям вот ребенка. И потом, когда я тебе, ну, мы с тобой поговорили, все, работала программу, план питания, потом ты себе на бумажке, ручкой писала, что ты будешь кушать каждый день. Фотографировала мне эти листочки свои, присылала, и вот так мы начали с тобой работу. И прошло уже сколько? Полтора. Полтора года уже прошло. И вот сегодня передо мной сидит совершенно другой человек. Это, я серьезно говорю, это абсолютно другой человек. Были этапы, когда я тебя наблюдала, это было прошлым летом, когда ты приехала в Ваше, в Лазаревске, на семинар. Ты был уже другой человек, да. То есть по сравнению с той первой, ты была уже, ну, такая оперившаяся. То есть уже что-то знаешь. Но все равно, конечно, с какими-то сомнениями. Потом ты пришла в женский клуб. И тут началась твоя эпопея 42 дня условного голодания. И вот прошло время, еще прошло там сколько, пару месяцев. И вот сегодня я тебя наблюдаю, я просто вижу твой огромный рост, твой духовный рост, твой рост как личности, твоя уверенность, твои крылья за спиной. Естественно, ты похорошела. Ты стала, да, ты стала вообще обалденно шикарная женщина. Ой, вот. В общем, я тебе тут кучу наговорила всяких приятных вещей. Но мне действительно очень приятно тебя видеть сегодня. Я тебе спасибо большое, что ты согласилась на этот разговор. И поскольку у нас разговор касается женской темы, женского клуба, мне к тебе первый вопрос. Вообще, какие были твои основные мотивации для того, чтобы вступить в женский клуб? Все-таки у тебя уже с плечами была наша работа, был семинар. И тем не менее, ты решила вступить в женский клуб. Что-то любитого? Была ли какая-то одна причина основная? Или причин было несколько? Что тебя заставило вступить в женский клуб? Скажи, пожалуйста. Ну, первое, здравствуйте всем. Во-первых, вот это слово, которое вы сказали, что у нас клуб будет вечный. Все. Это не то, что вы месяц, два, полгода, год, и все, мы расходимся. Нет. Слово «вечно» — это уже все. Это как семья. Это моя семья. И я знаю, что я могу в любой момент обратиться. Уже не только Байя поможет, но и вокруг все. Мы совместно все друг другу помогаем. Это самая-самая первая мотивация, которая ко мне в клуб. Слово «клуб» — это вообще классно. Вот. Потом, сейчас, в данный момент, я вижу эту поддержку. Любое, любое. Утром встаешь, уже кто-то помощь просит, кто-то совету дает. Это было... Это очень удобно. Вот. Так как близкие тебя не понимают, к близким надо подступиться, им надо объяснять, а ты не готова, ты не умеешь, ты еще учишься тем более. А тут уже я иду по той дороге, что и Байя идет, и уже знаю, что дорога, как бы, очищенная, безопасна, что помогут. Алия, а ты уже, получается, столько времени ты ведешь, ну, на здоровом образе жизни, да, то есть ты изменила свою жизнь, и твои близкие, они до сих пор, они не очень разделяют твои стремления, да? Ну, мои близкие — это мама, сестренка, мы живем подальше, может быть, пока так и надо, потому что очень переживают, им надо отчет, что я ела, они очень переживают. Ну, а самое важное, близкое — это моя сейчас дочка, которая рядом со мной, и которая смотрит на меня, и которая говорит, мам, помоги мне. Да? Вот для меня вот это самое важное. Это очень важно. Да, очень. Прямо своя родная дочка, которая два месяца жила без меня, и которая приехала вся отекшая, опухшая, и которая голодная, без предела кушает, а тут, а тут я уже могу чем-то ей помочь просто. Для меня это очень важно. Ну, она же еще и смотрит на тебя, она же видит твои изменения внешние, и, конечно, может сказаться. Да, изменения, конечно, большие. Алия, вот у меня вопрос к тебе еще такой. Вот когда ты вступила в этот клуб, ну, новые люди, да, новые женщины, и хотя, в принципе, как бы возраст примерно одинаковый, проблемы примерно одинаковые, но все-таки это были новые чужие люди. Вот когда ты вступила в этот чат, и началось сообщение, у тебя не было поначалу такого, что ты, как бы, ну, может, стеснялась, или комплексовала, или как бы что-нибудь смущало тебя? Было такое? Я не задумывалась об этом, потому что у меня было все новое. Я сразу переезла в коронавирус, во-первых, был. Когда у нас чат был, у нас же коронавирус как раз появился там. Ну, чуть-чуть пораньше, месяц, может быть, клуб образовался, и тут у нас коронавирус. Тут у меня переезд. Мне просто некогда было думать, что там, сомнения или что. Коронавирус, у меня много было вопросов. Клуб начал работать, начали общаться. Какие-то вопросы у меня появились тоже. Так как я в новом городе, без работы была дома, и у меня было время с клубом пообщаться. Вот это большой плюс. Тут, значит, у нас... То есть сразу влилась ли я в этот коллектив, я даже не задумывалась об этом. Я уже была в этом коллективе. И меня не волновало, ой, стеснение, ой, мне надо было все высказать, тем более я одна была в квартире, и мне надо было с кем-то поговорить. И тут я только начала, и все остальные начали поддерживать. Поэтому нам некогда было думать, кому-то удобно, кому-то неудобно. И просто вовремя все пошло. Я тебе хочу сказать большое спасибо. Знаешь, за что? Ты очень оживила наше общение в чате. Вот с самого начала, когда собрались мы в чате, да, в WhatsApp, какой-то было, ну, не знаю, то ли какая-то притирка, да, все друг к другу как-то присматривались, там, знакомились, какие-то пытались найти общие темы. Ну, все же разные люди, да? И вот ты как, знаешь, как огонечек, как зажигалочка. Ну, месяц я ждала, месяц, когда кто-то начнет, начнет, начнет. Никто не начинает. Вдруг голосовое. Девчонки, меня зовут Алия. Там, там, так-то, так-то, так. Вот мне надо сказать, что именно с твоей подачи, именно с твоей голосовой участия началось вот это вот активное общение. Ты очень сплотила. Тебе за это огромное спасибо. Ты очень сплотила, ты зажигала. Ну, это все само собой пошло. Прямо просто само собой. Видимо, в то время, в тот момент, все так вот должно было быть. Все должно было быть. А сейчас мы с этими девочками уже, не знаю, уже без них. Утром не встаешь, уже смотришь, кто написал. Все больше и больше, больше и больше. И советы, это вообще здорово. Семья, просто семья. Да, это правда. Так, ну, по пунктам можешь перечислить, что нового, полезного, интересного ты для себя узнала, открыла в этом проекте. Хотя мы еще не так давно существуем, но все же. Наверное, есть какие-то вещи, которые у тебя, для тебя были новыми и полезными оказались? Ну, вот именно в этом коллективе что полезного? Ну, в этом проекте, скажем, что ты узнала? В этом проекте, ну, что нового, в этом проекте, все. Абсолютно все. Я пришла в первый класс. Да? Я думаю, что мы до четвертого класса будем учиться, а потом уже будем своих детей учить, своих родственников учить. Хотя бы к этому. Все новое, каждый день новое что-то. Каждую неделю, почти каждую неделю, эти конференции, к которым ты готовишься, которые задаются задания, ты стараешься, в порядок приводишь холодильники. Это вот первая конференция у нас. Ты смотришь, чем ты питаешься. Это учение. Учение. Что нового еще? До сих пор мы узнаем друг друга. Это тоже новое. Кто чем занимается? Вот эти девочки занимаются закалкой, а ты боишься. И ты почему-то боишься. Начинаешь тоже к этому идти. Стремишься. Ты просто стремишься идти так же шаг за шагом со всеми. Здесь все новое. Что еще новое? Вот даже какой-то вопрос возникает. Ты спрашиваешь, и тебе столько девочек дают, и все это новое. Я не знаю, для меня, как сказать, так сразу не ответишь, но хочется сказать двумя словами, что ли. Я учусь каждую неделю. Не каждый день, но каждую неделю. А в течение недели мы практикуем это все. И мне еще понравилось, вчера ты мне голосовое прислала. Ты сказала, Байя, ну как, почему так получается? Вот что ты делаешь, вот я что-то сделаю, все получается, все. Потом вдруг раз, 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 сдаюсь, куда-то там в уголочек забиваюсь. Вдруг раз, Байя, мотивация, там эфир, конференция, задание. О, оживаешь, и начинаешь снова что-то делать, делать, делать. А я знаю, почему падаем мы. Потому что общество большое, то там, то там, то там тебя, ой, это нельзя, то нельзя, но почему так говорят? И ты начинаешь уже сковываться, сковываться. Потом раз, опять новая информация, опять ты встаешь и опять идешь уже уверенно. Я не знаю, почему мы падаем каждый раз, почему у нас сомнения. Ну, потому что, наверное, в голове много бесши, вот этих информаций. Нас же не учили со школы это все. Мы только сейчас, 50 лет мы узнаем это, как в школе. Это что такое, до 50 лет? Ничего не знаю. мы с пеленок, мы растем в социуме, в обществе, да? Вот, в социум. Я даже помню, я когда поступала в институт, мы писали сочинение, и одна из тем, прямо до сих пор, помню, я ее выбрала, эту тему, она звучала так. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Владимир Ильич Ленин. Вот его фраза, да. Вот я тогда писала сочинение на эту тему, пятерку получила. То есть, мы живем в обществе, и мы от него не свободны. Это, вот, у нас так повелось. Поэтому, в социуме влияет, очень сильно влияет. Да. Он же тянет назад, любит тянуть, поэтому нам приходится усилия прикладывать, чтобы вперед рваться. Да, да, это правда. Это правильно. Но социум тоже нужен. Он тоже нужен. Нам надо, не то, что нам, ты нас учишь, мы же тоже как социум. И мы должны тоже дальше распространять, как корни, как у цветка корни. Все, идут, 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 идут корни. Надо вот так вот распространять и учиться. Да, у нас микросоциум, такой свой, да, социум. Да. Там варимся. Я сейчас хочу перейти, наверное, к такой самой долгожданной теме. Я думаю, что многие ждут, чтобы ты рассказала о своем 42-дневном условном голодании. Как ты вообще решилась на такой серьезный шаг? Как это у тебя получилось? Я вообще не думала, что я на 42 дня пойду. Я ведь на 21 день пошла. А так получилось, что у меня ремонт, и у меня газа нету. Посуды нет нечем. И девочки, которые мне помогли, наш вот этот коллектив, которые, я просто сказала, может быть, пойти на 42 дня? И тут же все помогли мне просто, даже подумать не дали. Идей мне нет. И вот эти 42 дня, это, эти 42 дня, они не изменили мою жизнь, но они изменили моё здоровье. Самое первое, самое важное для меня, я не знаю, можно говорить здесь или нет, 3 года у меня не было месячных, за 42 дня, в конце 42 дня у меня очистился организм, как у меня было, 6 дней у меня месячные всю жизнь были, и тут у меня пошли. вот это самое важное для меня. То есть я теперь спокойно, что я очищу. Сейчас у меня их нету, но, но вот эти вот именно 42 дня, это как свет для меня. Вот. Само питание, сама поддержка коллектива, сама поддержка бара, это всё присутствовало прям тут же. Мне в этот раз было полегче в 42 дня. Почему? Потому что я проходила уже, я знала, что это такое, я пробовала, что это такое. Вот. И здесь 42 дня они пролетели, но пролетели именно с поддержкой коллектива. Одна бы, я бы, может быть, много чего бы накрутила в голове. Здесь не было такого. А коллектив у нас очень хитрый. Они там сказали, Алия, давай, дуй на 42 дня, а мы посмотрим. Они там сидели и смотрели, как ты пыхтишь в 42 дня, а они там ели свои бутерброды, свои салаты и смотрели, как в 42 дня, Алия, значит, занималась. Даже есть девочки, которые отдельно мне звонили и которые тоже советовались, и я с ними советовалась, мы друг друга учимся. Мы просто учимся, и это учение очень интересное. И эти упражнения, которые даются нам, лимфатические упражнения, это всё прям, это нам урок, это физкультура наша. Да, главное дело. Да, главное дело. Да, 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 делать обязательно, обязательно делать. Вот. Да, одно дело, когда ты имеешь в голове эту информацию и ты вооружён, другое дело, когда ты применяешь эту информацию практически к своей жизни. Вот, опять же, вчера я посмотрела вашу вот статьяной, статьяной, которая, меня это, до сих пор я отойти не могу, это я вчера в обед послушала вас, я до сих пор отойти не могу, у меня я увидела женщину, Бай, тебе спасибо, что ты таких женщин ещё находишь, женщину, какую-то живую, для меня она очень жива и оказалась. и её вот эта энергия, она передалась ко мне, и я вообще благодарна вам, потому что вот, когда смотришь вот на других людей и учишься, и живёшь, и питаешься им, это ещё подстегает. То есть до этого я, кстати, я не могу понять, что со мной сейчас случилось. Я делала манты детям, у меня сын, в гости приехал, он пока ещё не готов к такой питанию, мне не хотелось. У меня самая вкусная еда это зелень, это фрукты, овощи, я могу покушать, но фрукты я наслаждаюсь. Я, это я, у меня внутри изменения, я, я просто вчера это обратила внимание на себя. Так ты не смотришь на себя, просто живёшь, радуешься, и тут, тут я обратила внимание. Я могу сказать, что у меня почему-то даже сейчас 70% пошло фруктоедение, чем остальное. Я не хочу каши, не хочу варёный, я не хочу, но это, наверное, потом пройдёт, конечно, может быть. Нет, Алия, я просто это по своему вот опыту, вот всё, что ты сейчас говоришь, я это всё проходила в своё время, то есть, когда-то мы все зависали на варёнке, да, у нас в варёнке было там чуть ли не 100% еды, варёной, там, тушёной, жареной, печёной, мучного всего. И мы на этом зависали, мы на этом, мы зависимы действительно от такой еды. Но когда мы очищаем кишечник, а тем более очищаем его вот так, как ты, длительно, и тем более ты выдержала правильно выход, а выдержать выход это очень важно, потому что мы выращиваем микрофлору здоровую у себя в кишечнике. Вот сначала получается, что мы работаем на микрофлору, мы стараемся, мы всё пыхтим, делаем, чтобы очищать, чтобы выращивать микрофлору, а вот потом уже микрофлора начинает работать на нас. То есть это работает микрофлора, это её желание. Я всё время это объясняю своим подопечным, что когда у вас много здоровой микрофлоры в кишечнике, когда она превалирует, господствует, то она просит свои еды, а её еда это клетчатка, это сырая растительная клетчатка, это зелень, это овощи, это фрукты, и она этого всего просит, поэтому этого всего хочется. Поэтому у меня сейчас тоже такая же ситуация, мне хочется фруктов, зелени, овощей, нет, естественно, у меня есть ещё и другая еда, у меня есть жиры, животные, белки, это всё есть, мы это не отрицаем, но исчезла вот эта привязка, такая очень зависимость большая от варёных, вот тех же мантов, всяких блинчиков, хлеба, каши и так далее, вот нет к этому тяги, я не говорю, что это у меня запрещено, или что я вам запрещаю, я ничего никому не запрещаю, и я и себе ничего не запрещаю, я могу, если я захочу, я пойду и съем манты, я пойду и съем пиццу, другой вопрос, что мне не хочется, да, да, этого не хочется, всегда задавала себе вопрос, как думал, бай, ну когда это желание появится, что вот ты захочешь, вот как, когда желание появится, я не знала, что это такое, сейчас я не скажу, что я сразу узнаю, но по крайней мере, сейчас я знаю, что я захотела этот орёшек, я орешек хочу, а не то, что там что-то, что-то печёное или что-то, нет, вот теперь я, у меня желание есть, что именно я хочу, мне вот это нравится состояние, вот, и надо его поддерживать, потому что, когда мы приходим вот к такому состоянию, добиваемся, вот этой устойчивой, здоровой микрофлоры, вот, когда мы приходим к этому состоянию, некоторые расслабляются и думают, о, всё, я оздоровился, и начинают метать точку, точно, в ход идёт опять тяжёлая артиллерия, там засилье мяса, засилье мучного, тяжёлого, варёного, всё, микрофлора, тю-тю, до свидания, и отец. Байя, у меня был, такое было, тоже был такой шаг назад, я думала, ну всё, я выздоровела, всё, можно уже кушать, уже всё подряд, то есть, ты до 50 лет, ты всё кушала, ты всё наращивала, а здесь так не получилось, через месяц, у тебя уже, ты опухшая, отёкшая, у тебя уже всё болит, голова болит, это, это уже не года, это уже тебе показывает, через месяц, что ты, у тебя другой образ жизни, правильный, и всё, от этого отошла, тем более, отошла только тогда, когда раз видишь, какую-то вашу программу, инстаграм, и сразу, ты ставишь мозг на место, на место, что, стоп, вот ты опять не туда пошла, иди так вот правильно, вот поэтому я говорю, что это очень правильно, когда есть такой клуб, очень правильно, где останавливаешься, и уже идёшь опять по тому пути. Да, и там получается, что ты не одна себя контролируешь, да, а вот, чтобы не нарушать, а получается, что в коллективе, друг друга все контролируют, такая, какая-то, правовая помощь, взаимную выручку. Да, вот ты сказала ещё по поводу того, что вот эти откаты, да, вот бывало, ну, все мы проходили это, стоит только немножко откатиться, потом очень трудно остановиться, и это организм очень быстро и сразу реагирует. Вот даже я могу привести недавний пример из своей жизни. Казалось бы, я уже столько времени я нахожусь на таком устаканенном, так сказать, питании своём, да, в своей системе, в которой мне хорошо, здорово, у меня всё уже отлажено, когда я ем то, когда другое. И вот недавно у меня произошёл такое просто, был форс-мажор, что-то там не могли пообедать вовремя, и, ну, там срочная была работа, туда-сюда, поездка, и получилось так, что были жутко голодные к вечеру, прям почти на ночь. Я съела курицу на ночь. Я утром проснулась с жуткой головной болью. У меня организм моментально среагировал, потому что я уже много лет не ем на ночь животный белок. Ну, почему курица сразу? Ну, была, потому что курица. Ну, вы же нас учите салаты, овощи. Не было. Не было салата, была курица. У меня, говорю, у меня был форс-мажор, мы были в поездке. Ну, вот так. Вот видите, получается, бывает, бывает, да. Я получила урок. Вот, на фашист гранату получи, да? Вот. Не ел мясо по вечерам и не ешь. Не надо. Вот так, поэтому я и говорю, нужно всё время держать руку на пульсе. всё время держать руку на пульсе. И именно вот этот вот коллектив, наша команда, наш клуб, мы всё время друг другу помогаем держать руку на пульсе. Да? Да, да. Это точно. Так. Вопрос, который я ещё хотела задать. Какие ты ещё для себя цели сейчас ставишь? Ну, в плане роста себя как женщины, поскольку мы в рамках женского клуба общаемся. Как женщина? Да. Цели? Да. Я хочу сказать, что как женщина я хочу... Я хочу научиться жить просто. Я не хочу ни о чём задумываться. Я хочу уж привести себя в порядок. Я не говорю, что я хочу быть молодой, но я хочу, чтобы жилось очень легко. Это... Я не знаю, как это говорится, но цель у меня... Я... Когда я эту неделю хожу в шортиках, в тех шортиках, которые я была 20 лет назад, и они мне очень нравятся, и мне вот это вот состояние нравится. Состояние, что я, конечно, мне нечего носить, мы таксуем все. Вот это состояние простоты хочу. Женской простоты. Не надо задумываться о чём-то тяжёлом такой. И жизнь она такая... Вот если ты думаешь о простом, от тебя энергия хорошая идёт, и к тебе люди приходят очень добрые и очень отзывчивые, и мне вот это состояние очень нравится. Мне не надо быть там какой-то прям супер-пупер, там не знаю какая. Но... Состояние простоты мне нравится. К чему я хотела, я то и получила. Вот это я хочу сказать. Вот я получила вот это всё. Лёгкость. И ещё у меня к тебе вопрос. Что бы ты хотела пожелать тем женщинам, которые сейчас, может быть, хотят вступить в наш клуб, рассматривать для себя такую возможность, но ещё не решили окончательно, вступать или не вступать. Вот что бы ты им хотела пожелать? Я бы хотела пожелать, чтобы они, это первое, и последнее, это чтобы они не боялись. Не надо бояться, не надо бояться очистить кишечник свой, чтобы он был здоровенький. Не надо бояться быть здоровым. Не надо, а то мы привыкли, ой, всё, здорово. Не надо бояться, надо попроще жить. Не надо сомневаться, не платься, надо тебе это, не надо. Вот. Не надо осуждений бояться. Вот там кто-то так сказал, ты так сказал. Не надо. Не надо бояться взглядов косых. Просто жить, радоваться и не бояться. Вот страх, страх быть голодным, вот это вот страх. Просто не бояться, девочки. Не надо бояться. Не надо бояться, в этот коллектив даже войти. Кто-то говорит, ой, да там я только скажу, меня будут осуждать. Не надо этого бояться. Будут осуждать, значит, надо себя пересмотреть. Почему они так осуждают? Надо им просто сказать в двух словах, и никто не будет осуждать. Не надо доказывать никому ничего. Не бойтесь. А клуб, это та же школа, где мы учимся, где мы общаемся, где мы радуемся. Спасибо, Альяна. И спасибо тем девочкам, кому я вчера, Наташа, Оле, я, Светлане, я позвонила, говорю, девочки, я первый раз буду общаться, я никогда так не делаю, страх какой-то. А девочки мне просто уверенно сказали, Наташа сказала, не бояться. И это правильно, не бояться. Да, здорово. Спасибо большое. А тебе спасибо, учитель наш. Я еще не прощаюсь пока с тобой. Я бы хотела, чтобы сейчас нам наши зрители позадавали вопросы, я буду читать в комментариях. Вот здесь вот первый вопрос звучит. А можно фото до и после, пожалуйста? Я думаю, мы с тобой, знаешь, что сделаем? Мы с тобой найдем твои фото до, прям до, 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 да? До нашего знакомства. И фото сейчас. Я сделаю коллаж, ты мне пришлешь, и я могу даже или в сторис выложить, или пост сделать. Давайте я соберу. Да. Идешь. Конечно, обязательно. Вот, хорошо, здорово, мы это сделаем. Так, теперь мы ждем вопросы от наших зрителей, потому что, я думаю, наверное, же интересно же вам спросить Алию, вот, о ее опыте, о ее ощущениях именно во время, вот, очищения хотя бы. Бария, хотелось попросить вас еще. Вы таких женщин находите, которые мотивируют нас? Пожалуйста, не останавливайтесь на этом, ладно? Такие классные женщины. Жизнь, мне кажется, такая большая, и столько людей интересных. Очень много. Людей интересных, поэтому я не собираюсь на этом останавливаться. Да, 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 обязательно. Да, ты, аж. Вчерашний, прям, я говорю, вчера меня просто, сколько я с вами не знакома, тут опять меня прям как волной, такой радостной, удачной волной меня схватила. Здорово. И теперь я еще на полгода цель поставлю, чтобы, вот, прям, прям надо сделать и спорт здесь. Хотя мы по 2-3 часа гуляем с дочкой, мы не останавливаемся. Ну, еще хотелось бы, как-то вот надо просто, вот говорю сама просто жить, а вот социум тебя накладывает, накладывает. Поэтому. Вопрос к тебе, Алия. Как и чем ты помогаешь дочке? Спрашивает Ольга Герцин. Как и чем? Да. Очень важно. Дочка у меня всю жизнь жила с бабушкой, с женой, со свекровью. То есть булочки, хлеб у нас был. У нас всегда, у нас же, в Татарии, все печеные там, треугольники. И это она в течение жизни, бабушка кормила нас этим. Вот. Я перестала этим кушать, потому что я заболела, кстати. Человек же не, просто так добровольно не пойдет, куда-то, куда-то. Это надо, чтобы ты заболела конкретно, и потом захотела жить. Да. Ну, это произошло. Я 3 месяца не могла ничего кушать, по врачам побегала, меня прогоняли везде, болячек полно нашли. Ну, я с головы сразу эти болячки выкинула. Ну, думаю, ну что делать? И тут я на баю нарываюсь, и у меня все пошло по-другому. Вот. Поэтому, и дочку, дочка, вот после 42 дней, она меня не видела 2 месяца, когда она меня увидела, она, я уехала, ну, я к ней приехала, она меня увидела в шоке. Она ничего не сказала. Потом я уехала обратно сюда домой. И она потом позвонила, она мне не в глаза сказала, она говорит, позвонила и сказала, мам, помоги мне. То есть она хочет питаться так, как питаюсь я. Почему? Видно. Отеков нету. Мама может на гимнадзе. Мама легко встает. Мама легко идет по лестнице. Мама не задумывается ни о чем, просто делает что-то. И это легко, легко. Поэтому она попросила помощи. Сейчас она со мной уже месяц. Отеки у нее ушли. У нее в рационе есть яичница, есть творог. То есть нет вот этих вот тяжелых хлеба, такого треугольника. У нее зелень пошла, а фрукты она кушает. Вот такое легкое. Как это помощь? Это очень важная помощь, когда ребенок видит тебя. Ты молодец, Алия. Ты молодец. Смотри, ты уже не только себя, да, вытащила, можно сказать, из тех болезней. Ты сейчас за дочку борешься. Сегодня я уезжаю в Омск. Мне предстоит работа с сестренкой, с мамой, которая переживает, что ты что-то не будешь кушать. Сестренка у меня болеет. Она не понимает, что надо остановиться, что надо подлечить тебя. Она тут же делает утку в духовке, она мясо поглощает, она что-то поглощает. Неправильное питание. Это страшно. Это очень страшно. Я сейчас еду сегодня в социум, там, где меня будут ломать, а я их буду ломать. Вот поэтому все предстоит еще. Ты поаккуратнее с ломанием-то, поаккуратнее. Дров там не наломай. Ты аккуратнее? Да, да, я уже обожглась с этим. Бесполезно что-то доказывать. Бесполезно. Видишь, когда люди не готовы принять новую информацию, а ты насильно ее пропихиваешь, ты просто можешь вызвать, перед тобой блок встанет, вы станете чужими, и тебя просто не примут, как бы, твою информацию, и будут испорчены отношения. У меня есть клуб, куда я буду вопросы задавать, где у меня девочки будут отвечать, я на них полностью сейчас полагаюсь, поэтому у меня есть безопасная подушка. Здорово. Алияк, тебе вопрос. Какое у тебя любимое блюдо? Спрашивают в комментариях. Сейчас блюдо... Ну, а фрукты, это можно сказать про фрукты? А как же? Конечно, это же еда наша главная. Сейчас идут персики, девочки. Персики прям, прям 2 килограмма кушаю. Каждый раз, я как сейчас научилась у вас, в каждый сезон свои фрукты. Вот, вот поэтому сейчас абрикосы были, да, ягоды вот у нас, Виктория была. Сейчас идут персики, и я сейчас наслаждаюсь этими персиками. То есть, каждый сезон я наслаждаюсь фруктами. Ну, вот это для меня блюдо. Вот сейчас мне персики, это самое мое любимое. Самое. Я не думала, что они такие вкусные. Я никогда их не ела. Я не употребляла их как-то. Я не думала, что они такие вкусные. А вот именно этот вкус, вот эта любовь к настоящему вкусу, она и переходит как раз с очищением организма и с изменением микрофлоры. И мы начинаем заново чувствовать, казалось бы, привычные вкусы, там, то ли они дорого, огурца, персика, но мы их как бы заново открываем. Они для нас новые становятся, да? Если сравнивать персики и помидор, то персики на первом месте. Понятное дело. Ананас. Обожаю ананас. Просто у нас обостряются рецепторы. У нас всё обостряется. У нас обостряются чувства, да? У нас обоняние рецептора. И вкус мы чувствуем по-другому. Вот. Там был вопрос, как совмещать очищение и работу. Ведь ты же совмещала, Алия, да, очищение и работу. Или нет? Или у тебя было... У меня было очищение и ремонт. Какой там работа? А ремонт был круглосуточный. Скажи, как это реально совмещать очищение и работу? Да здесь вообще даже разговоры нет. Это легко. Это вообще легко. Я не видела никаких преград. То есть у меня приходили, вот мои соседи, они ремонтировали. Утром ты сделала всё. И в термосе ты травку сделала. Ты пьёшь целый день вот этот настойчик. Ты пьёшь вот этот сок. Сок свежевыжатый. Я когда ходила на работу, я не могла позволить тебе свежевыжатый сок. Дома я наоборот увидела плюс. Я выжимала, свежевыжатые соки пила. Преград вообще не было. Ребята уходили на обед. Ты опять обедаешь, ты пьёшь настойку, ты или сок пьёшь. Ребята опять приходили. Потом уходили, ты вечером пьёшь. Вообще совместить, здесь вообще нету такого, что нормально. Да, ну и я ещё добавлю от себя, то что многие боятся совмещать работу и очищение, хотя на самом деле работа у женщин в основном такая, ну сидячая, да, ну продавцы, учителя, там что-то такое не очень тяжёлое. И на самом деле, наоборот, есть много энергии для работы. Ну да, ведь ты же делала ремонт, для этого требовалась энергия. У меня мужчины сказали, первый раз заведет женщину с такой энергичной, девочки. Я вообще была, среди них как козочка прыгала. Вот. Люди думают, что если мы находимся на условном голодании, то мы обессиленно лежим на диване. На самом деле, мы не лежим обессиленно, на самом деле, наоборот, больше энергии открывается, потому что не работает пищеварение и нету, как говорится, вот, вот ключ, да, да. Я хотела сказать, а до этого-то я делала тоже условное голодание, которое пробовала там 21 день девочки. На работу я носила сок в термосе. В термосе он не портится. У меня был термос, сок у термос на стойке. Там тоже проблем нету на работе. Всё совместимо, всё просто. Так, вот там ещё был вопрос, есть ли ограничения по возрасту для вступления. Ограничений нет никаких. У нас клуб называется «Женщина после 50. Как сохранить здоровье, молодость и красоту». Но на самом деле возраст у нас у всех очень разный. Есть после 50, есть до 50, есть после 40, есть до 40. У нас есть даже женщина 30 с небольшим, то есть до климакса ей ещё далеко, но она уже сейчас заботится о себе, уже думает, как ей себя сохранять, сберечь. И это достойная женщина. В наш клуб хуже женщины любых возрастов, потому что всё равно мы все будем там. Мы все будем после 50. И лучше заранее как бы себя немножечко подушечки, да, в безопасности. Да. И идти к возрасту 50 с клюшкой, вот боками, да, вот, а прийти в бодром состоянии. Жить, просто жить надо. Не надо там, нет, жить надо, просто. Вот здесь пишут, 7 дней была на условном голодании, очень сильно рвала каждый день, так провела отцом. Но довольна была результатом. Но рвала, потому что была интоксикация, дорогие. Конечно. Да, у нас для этого есть определенные меры. Ну, просто, видимо, не знал человек. Мы тоже поначалу много чего не знаем, да, поэтому... Главное не пугаться, не бойтесь. То, что рвало, это значит, уже начал реакция с телом, со своим. То есть... Ещё вот в голове надо ещё тоже работать. Не просто так. ...начал именно таким образом, через работу. Но там нужно просто немножечко проработать и меры принять, чтобы это по-другому происходило. Но главное, что человек остался доволен результатом. Вот что самое главное. Вообще, да, вот сколько уже ведётся разговоров на эту тему очищения организма, и желания привести себя в порядок, в хорошую форму физическую, улучшить свое здоровье. Но не всегда люди готовы к преодолению каких-то дискомфортных состояний, а они практически всегда бывают в той или иной степени, но всегда бывает какой-то небольшой дискомфорт. Да? придётся... Ну, это не так. Какие трудности во время условного голодания у тебя были, Алиял? Или всё прошло очень легко? Голос потерялся, голос потерялся, голос потерялся! А вопрос я ещё раз озвучу. Не слышу. Не слышишь? Это что-то у тебя, наверное, со звуком. Проверь свой звук. Ну, чего это такое вот? Ну, не слышишь меня? Эх! Ну, ладно, ничего страшного, у нас уже эфир заканчивается, ничего страшного, ладно, эфир заканчивается. Ладненько, не слышу. Ничего страшного, ладно, я обращусь так к ответилям, что я очень благодарна Алие за участие, за то, что она явилась такой яркой представительницей нашего женского клуба и напомню вам, что тема всё-таки у нас сегодня женский клуб, как не быть одинокой в состоянии приближающейся старости, надвигающегося климакса, как обрести соратниц, единомышленниц, друзей, подруг, с которыми можно обсуждать эти темы, общаться, от которых можно получать поддержку, а также мою личную поддержку, всё это можно в женском клубе. В женском клубе мы занимаемся питанием, очищением, условным голоданием, занимаемся лицом, телом, нашим душевным равновесием, состоянием и очень многими вопросами, которые вообще могут только волновать женщину. Сохраните эфир, пожалуйста, это обязательность, эфир я всегда сохраняю. Поэтому приглашаю вас, мы солью, приглашаем вас в наш женский клуб, мы будем очень рады всем новеньким. На этом я завершаю прямой эфир, всех благодарю и до новых встреч. Всего доброго, спасибо всем большое за участие. Субтитры